Приветствую вас! Прежде чем говорить о том, что вам делать, как избавляться от напастей, с которой вы столкнулись, значит, давайте сперва немножечко пройдемся по вашему тексту и выделим там несколько моментов. Значит, первое, то, что вы, значит, создаетесь со своим парнем, и после этого он вам, парень, признается в том, что изменил вам вот эта девочка. Значит, вы пишете, что поскольку привязанность и любовь ваша были сильными, то вы приняли парня обратно, без должного извинения. Вопрос. Почему вы не настаивали на том, чтобы он перед вами изменился? Должный мог бы, как вот вы говорите. Почему вы так сильно привязаны, оказались к нему, что простили, по сути дела, простили ему его измену? То есть, если была привязанность, то, соответственно, привязанность была в чем, как она проявлялась, если она сейчас. Понимаете ли вы, что это делает вас не свободной от молодого человека? Понимаете ли вы, что таким образом вы, как бы, от него зависите, и он, в принципе, может, в душе он знает, что он может повторить эту же ситуацию и, скорее всего, вы его принцесс. Вы говорите, любовь и привязанность. И, как ни правда, специально звучит, это разные вещи. Любовь – это хорошо. Любовь – это прекрасно. Привязанность – плохо. И грозит для вас зависимостью. И поэтому, в первую очередь, на что стоит обратить внимание, это на вашу привязанность к вашему же молодому человеку. Откуда она взялась, почему и так далее. Это первое. Второе. Значит, вы пишете о том, что, значит, у вас была связьба, вы спели ему песню, и спустя какое-то время вы узнаете, что ваш уже теперь муж, а, сказал своему другу о том, что вот та девочка, мужчина, который он вам изменил, поет лучше, чем вы. То есть, по сути дела, мужчина признался, что эмпатия к ней, к этой девочке, чувства еще остались. Какой-то вопрос тогда. Получается, что мужчина-то, ээээ… Ну, вам всего не говорит, что его волнует? Получается-то, что мужчина всего не получает от вас, что ему нужно, а другой девочке вспоминает, но при этом с вами, ведь если с вами, значит, любит, значит, хочет именно с вами жить. И это хорошо. Это похвально для него, что он живет с вами. Но то, что он точно вспоминает о другой девочке, это применение его неудовлетворенных потребностей в чем-либо. Вопрос каких? И как бы вы могли эти его потребности удовлетворить? В своем, конечно, контексте. И первое, с чего здесь вам стоит начать, это с того, чтобы поговорить откровенно с ним и сказать, что вы знаете о том, что вот он скучает по той другой девочке. Или еще лучше сказать, что вы чувствуете, что между вами не все гладко, что у вас не все хорошо, что вы чувствуете, что, может быть, он чем-то недоволен, чего-то ему не хватает. То есть нужно поднять вот эту вот тему. Тему того всем ли доволен мужчина, который живет с вами. Все ли потребности он реализует. Все ли его устраивает, все ли ему нравится, нет ли у него пожеланий и так далее. Вообще, как вы со своим мужчиной разговариваете? Разговариваете ли вы со своим мужчиной вообще? Обсуждаете ли вы свои проблемы? Делитесь ли вы чем-то? Есть ли у вас душевные доверительные разговоры или нет? Это вот то, что вам нужно сделать. Далее. Значит, совершенно очевидно, и я думаю, что вы не будете с этим спорить, что вы, по сути дела, ориентируетесь в своем восприятии сейчас на эту девочку. То есть вы постоянно сравниваете себя с ней. Вопрос. Почему вы это делаете? Почему вы не цените себя и не развиваете свои индивидуальные качества, свои индивидуальные стороны, свои индивидуальные черты и так далее. Вы пытаетесь, по сути дела, быть похожей на ту или следить за той, кто является совершенно другим человеком, причем таким человеком, которого вы в силу ряда причин даже не знаете. Вы не знаете этого человека, и вы судите о ней только по тому, что видите в социальной цифре, где естественно выкладывается все самое лучшее, где естественно выкладываются самые лучшие ракурсы и так далее, и так далее. И уж точно не будет выложено ничего такого, как либо ее дискредитирующих. Вопрос к вам. Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы, что человек в соцсети, вот тот человек, которого вы видите в соцсети, это совсем не тот, кого вы себе представляете. И человек в соцсети, и человек в соцсети, и человек в соцсети совсем не тот, кем он является действительно. Еще раз задаем вам вопрос. Понимаете ли вы это сами? Отдаете ли вы себе об этом ответ? Далее. В чем вы в себе не уверены? Очевидно, что сравнивая себя с кем-либо, вы тем самым проявляете неуверенность в себе. Давайте подумаем. А в чем именно неуверенность в себе вы проявляетесь? В чем вы не уверены в себе? И почему считаете, самое главное, что вообще-то вы вообще должны сравнивать себя с другими людьми? Почему, например, вы обязательно должны петь лучше, чем она? Ведь данные вокальные у каждого свои. И то, что вы спели песню, например, для своего мужчины, любимого мужчины, да, это было скорее душевным, было скорее эмоциональным, это было скорее романтическим действием, нежели чем творческим или актом, скажем, вокала. Почему вы воспринимаете это именно так? Второе. Значит, в чем мы не уверены в себе? Почему? Какие вещи вы не принимаете в себе? Почему? Какие черты вы считаете в себе вредными? Какие черты вы считаете своими недостатками? И почему? Все вот это вот с вами нужно разбирать. Далее. Совершенно очевидно, что все это происходит в контексте молодого человека. То есть вы сравниваете себя с этой девочкой, совершенно незнакомой вам, заметьте, в контексте молодого человека. То есть вы как бы соревнуетесь с ней за молодого человека, за своего молодого человека. Как бы соревнуетесь с ней, как бы доказываете себе, что вы лучше, что вы ищите доказательства того, что вы лучше не ее в чем-то, да. И очень сильно переживаете, когда выясняется, что где-то вы все же не лучше, где-то вы все же хуже или равны. Значит, соответственно, краеугольный камень всего этого, это молодой человек, которому у вас явно очень сильно идет привязанность. Давайте опять же, давайте подумаем, почему вы так сильно боитесь человека потерять? Почему вы так сильно боитесь, что мужчина, например, от вас уйдет, допустим, почему вы так сильно боитесь взорваться без него и так далее? Боитесь вы одиночеству или боитесь вы оказаться проигравшей или боитесь вы почувствовать себя несостоятельной женщиной? Я хотел бы, чтобы вы постарались ответить себе на этот вопрос. Чего вы боитесь? И постарались бы вместе с этим понять, что до тех пор, пока вы живете в страхе, вы, к сожалению, не будете свободны. А если вы не будете свободны, то вы не сможете строить равноправных отношений. Если вы не будете равноправным партнером в отношениях, то, к сожалению, ситуация будет складываться для вас так, что вы будете в мужчине дотворяться. Если вы уже не растворяете. А если вы растворяете в своем мужчине, то вы не только теряете свою самобытность, но вы и отставляете его, мужчину я имею ввиду, увидеть в вас, видеть в вас себя. Что естественно вызывает у него отторжение. Поэтому первое, о чем я хотел бы вам сказать в контексте того, что вам нужно делать, это подышал поговорить со своим молодым человеком, выяснить, что ли ему нравится, что ли его устраивает. Или может быть он испытывает какое-то неудовлетворение с чем-либо. Во-вторых, вам необходимо работать над своей самым оценкой. Повышая уверенность в себе тем, что устанавливаете соответствующие задачи, которые направлены на изменение реальных представлений о себе. И повышение уровня позитивного видения себя. Это и чисто психологическая работа, то есть лучшее изменение отношения к себе. Принятие каких-то моментов в себе. Лучшее понимание своих недостатков и что они значат, эти самые недостатки вообще. Проработка, значит, своей модели женского поведения, корректировка его, формирование идеала модели женского поведения как фактора развития, как предела ближайшего развития для вас. Эти все вещи очень важны и важны. И далее работа обязательно со страхом. То есть вы боитесь своего молодого человека потерять. Это заметно. Это заметно. И, к сожалению, ситуация заключается в том, что так быть не должно. Не должно быть такого, что вы боитесь кого-то потерять. У нас свободное отношение, это значит, что если мужчина, например, решит уйти от вас, допустим, неважно куда, неважно кому, вам нужно быть готовым. Принять его решение как человеку, нацеленного на то, чтобы любимый был счастлив. Если вы этого не делаете, то вы не являетесь свободным человеком и свободным партнером. А не являясь свободным партнером, вы обречены на страдания. Далее. Вы пишите о таких вещах, как ревность. Ревность – это всегда, по самим всего прочего, признак эгоизма, концентрация на себе. И самое главное, ревностью вы добиваетесь от того, от чего бежите, когда ревнуете. Ревностью вы селите в мыслях мужчины в допущение того, что вам можно изменить, что вообще можно изменить. Не только вам. А вообще можно изменить. И поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни ревность пришла, то помимо всего прочего, помимо проработки неуверенности в себе и всего того, о чем я говорил, то, что вы можете сделать уже сейчас, это те моменты, когда вам хочется ревновать, те моменты, когда вы ревнуете. Заставляйте себя генерировать позитив. Заставляйте себя генерировать позитив. Старайтесь заставить себя по сути дела, трансформировать, сублимировать энергию из ревности с деструктивного польза, на инструктиве. И только тогда у вас появится реальный шанс сохранить свои отношения и уберечь их от разрыва и от повторения измены вам. Работа вам предстоит достаточно серьезно. К сожалению, я бы солгал, если бы сказал, что у вас все здорово, все в порядке и что волноваться совершенно не о чем. Это было бы ложью, потому что это не так. Вы можете сами самостоятельно проделать те вещи, о которых я говорил в своем адвете. Как? Например, если мы говорим о уверенности в себе, то вы выписываете свои положительные и отрицательные стороны на лифточки бумаги и разделяете их, эти свои качества, разделяете их на соответственно что-то хорошее, деляете их на что-то положительное, да? Качества свои разделяете на положительное, качества разделяете на отрицательное, качества разделяете на ситуационные, Негативные черты вы представляете на Ситуационные И на те которые всегда вам вредят Всегда Вот это то Что вам нужно сделать Как вариант На этом все Надеюсь что помог вам Если какие то дополнительные вопросы У вас остались Буду рад помочь Пишите в личку Если вам понравился мой ответ Буду благодарен если сделаете его Лучшим Желаю вам всего Самого доброго и удачи